Мы с Валей за деньги. Мы всегда садеваем какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросёнка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали и кричали «Нам не страшен серый волк!» Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала «Давай пейте с ним и псе-бетонник!» Как у тела поросяка, что в сказке. Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно. Валя говорит «Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим. А если серый волк придёт, мы его прогоним». Я говорю «Жалко, что у нас в домике нет окон. Очень темно». «Ничего», — говорит Валя. «У поросён ведь домики бывают без окон». Я спрашиваю «А ты меня видишь?» «Нет, а ты меня». И я говорю «Нет, я даже себя не вижу». Вдруг меня кто-то как схватит за ногу, я как закричу. Выскочил из-под стола, а Валя за мной. «Чего ты?» — спрашивает. Кто-то схватил за ногу. «Может быть, серый волк?» Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и двери захлопнули. «Давай, говорю, дверь держать, чтобы он не открыл». «Держали мы дверь, держали». Валя и говорит «Может быть, там никого нет?» Я говорю «А кто же меня за ногу трогал?» «Это я!» — говорит Валя. «Я хотела узнать где-то. Чего ж ты раньше не сказала?» Я, говорит, испугалась. Ты меня испугала. Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из пыли. «О, серый волк вылезет!» Я говорю «Пойди с ними одеяло!» А Валя говорит «Нет, ты пойди!» Я говорю «Там же никого нет!» «А может быть, есть!» Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяло и бегом к двери. Одеяло упало, а под столу никого нет. Мы обрадовались. Хотели починить домик. Только Валя говорит «Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит!» Так и не стали больше в три поросенка играть.